А всем здорово, друзья! С вами, как обычно, Цива! Что ж, сегодня, как и обещал, будем тестировать на прочность скутер! Тест уже начался, ребята, минус циркало и минус пластик. В общем-то, погнали, посмотрим, какие сегодня петарды будут. Что ж, друзья, взял вот такой вот топ-мега мощных петард. Я не знаю, сколько, честно говоря, здесь штук. Также взял вот такой салют бюджетненький. Просили в прошлом ролике под комментариями, типа, протестируй бюджетные салюты. И взял канистру с бензином, блин, зачем, спросите. Ну, потом, по ходу дела, узнаете. А перед просмотром хотел бы напомнить, ни в коем случае не повторяйте, увиденное в данном ролике. Все действия выполнены профессионалом, то есть, я и моя команда соблюдают всю технику безопасности. Так что лучше смотрите, но ни в коем случае не повторяйте. О, давай, короче, вот, взял специально для начала пулеметная лента на 16 бахов, чтобы обозначить, что мы здесь, что мы заряжены и готовы к раш-тесту этого епарастомопеда. Че, куда будем закидывать? В принципе, это, в отличие от скутера Альфа, да, помните, условие было 30 тысяч лайков. Ребята, всем огромное спасибо, 30 тысяч лайков набрали. И вот, в общем-то, я сразу прям поехал снимать. В принципе, тут можно будет и в бензобаке тестировать, мы его обезопасили. Ладно, давай, предлагаю вот под этот бачок засунуть и посмотрим, что будет. Да, друзья, вот такой вот скутер. Кому жалко, ребят, можете в комментариях сразу писать. Альфу было много, кому жалко. Я прям угорал с комментариев, но, в принципе... Здесь вообще какая-то акустика офигенная просто. Че-то шуршит непонятно, ребят. Это вот для чего бачок, кто знает, напишите в комменты. Я так понимаю, это то ли для масла, то ли для антифриза, блин, какого-то. Переходим дальше. У нас есть вот такая вот петардочка Амба. Последнее время часто бракованная, но давайте попробуем выхлопную трубу ее просунуть. Блин, ну вот она тоже не пролезает. Мне кажется, сюда даже четвертый корсар никакой не залезет. Так что давайте ее прям вовнутрь этого бачка сейчас закинем тогда. Посмотрим, что будет. Даже не могу предположить. Надеюсь, у нас работает, конечно же. Сработало, ребят, на все 10 баллов, наконец-то. Вот это мощность, я, блин, понимаю. Смотрите, вот он этот бачок так. Вроде ничем не пахнет, но там какая-то жидкость была такого непонятного цвета. Фух, смотри, даже здесь пластик пробило. Ешкин. А вот он вообще снимается. Вот бензобак. Литра на 4. Что за фирма вообще скутеров скаливающих китайская какая-то? Что, в бензобак будем закидывать? Или давай сейчас что-нибудь мощненько вот сюда вот закинем и седухой накроем. Посмотрим, что будет. Погнали, ребят. Ни в коем случае не повторяйте. Друзья, выбрал вот такого жука. В принципе, довольно мощный. Посмотрим, что он сделает. Как подкинет седуху вообще. Интересно, интересно. Может быть. Смотри, даже пластик целый. Как-то странно. Походу, куда-то мощность уходит вся. Ну ладно, не суть. Давайте. О-о-о-о-о-о. Давай вот такую вот сейчас испанку ради эффекта посмотрим. Надеюсь, скутер не загорится. Давай нафиг его вот сюда вот под передний пластик. Скутер, ребят, вообще не на ходу был. Тащили его сюда. Задолбались немножко. Но все ради контента. Запустил контакты. Посмотрим. Отлетит? Нет? О-о-о-о! Это было эпично. Это было эпично и мега дымно, друзья. Так, что ж. Предлагаю сейчас седушку куда-нибудь отправить. Резко увеличить калибр. Давай вот такую вот. Тоже типа конфетки. Сегодня уже третья конфетка у нас идет. Вот такая китайская, ребята. Очень мощная петарда. Ну вот прям действительно мощная. Думаю, старые зрители знают ее мощность и будут сейчас довольно-таки рады. Фитиль плюс у нее офигенный. В общем-то, ладно. Сколько не хвали петарды, все равно лучшая похвала для них это тест. Вот сейчас, скорее всего, седушка улетит по направлению руля. Запустил контакты. Ни в коем случае не повторяйте. Сейчас и пластик может полететь весь. И бак даже может погнуть. О-о-о! Это было жестко! А где скутер-то весь, ребята? Вот это быстро мы его что-то разобрали. Это какая у нее мощность, блин, колоссальная, ребята. Да там бензобак пробило, ты глянь. Это что было, блин? Это, блин, мощнее, блин. XXL Buma, походу, блин, было. Вот это китайская петарда. Намудрили там что-то китайцы. Друзья, однозначно лайкос. Также подписывайтесь на канал и смотрите предыдущие ролики, потому что там было много дофига чего интересного. Ну ладно. Еще в бензобак можно позакидывать. Да. Я напомню, что я все безопасно сделал. Пролил его на пару раз водой. 4 литра он где-то. Хух, друзья. Ну это жесткость вообще. Смотри, вот она сидушка. Блин, это так вообще жестко, да? Красиво было. Давайте, что я сейчас хотел? В бензобак позакидывать. Давайте вот такой вот триплекс. Вроде как это гром-1. Закинем, посмотрим, что будет. Ребят, да, немного подсобрали скутер, как могли. Пластик, в принципе, уже не собрать. Закинули в бензобак. Ни в коем случае не повторяйте. Посмотрим, что будет. Ох, ребята. Бензобак в роли такого глушителя выступил. Довольно-таки неплохо сглушил мощность. Сейчас РК-1000 в тесте под кастрюлей, да? Он себя, блин, неплохо вроде как проявил даже. Да, кстати, ребят, в тесте под кастрюлей я текстировал XXL Boom. Шок бульдога, да? Супер бульдога. Ребята, кто там негодует по поводу XXL Boom, что я его типа не закинул, да? Не закинул, потому что это, грубо говоря, муляж. Сама... Не, слабее даже было. Сама, сам заряд, он немножко поменьше, я его не показываю. Ну, кто адекватный, ребят, тот поймет. Сейчас давайте вот такую петардочку P20 в день под... День под... День под передней... День под передней панелью протестим. Да, а так вот, посмотрите, ребята, вторую часть топа 100 петард под кастрюлей. И вы поймете, что, блин, XXL Boom это нифига далеко не бульдог. Запустились. Контактообразие. Чувечка не подвела, блин. Было жестко, ребята. Ну, смотрите, молодцом еще держится. Так, там какие-то лампочки открылись. Вот, к сожалению, вот этой передней штуки не было. Я даже не знаю, что бы где она была. Ребята, тут еще мэтт бульдог и всякая вообще фигня. Давайте сейчас вот такую корсар номер 5 протестируем. Он тоже вот пока что под этой панелью. Посмотрим, на что он будет способен. Как бы новая партия, думаю, в магазинах многие его будут покупать. В общем-то, можете сейчас его оценить мощность. Слушай, неплохо, но слабовато. Давайте теперь корсар 6. Будет ли он мощнее 5-го корсара? Я, ребята, после вот этого топа в миске, топа под кастрюлей, топа 100. Смотри, вон медометр. Крутинки, блин, прикольная. Хочу себе такую забрать. Надеюсь, мы ее сможем найти после 6-го корсара. Потому что мощность у него может быть достаточно неплохая. Надо, кстати, купить от... Я знаю, какой 6-й корсар еще. А то у меня в последнее время 6-х корсаров что-то уже нет. И сравнить их между собой будет. Ух, как вспыхнул фитиль. Посмотрим, мощнее 5-го ли будет. Слушай, да слабее он 5-го, да? Согласен? Одно и то же. Одно и то же, кажется. Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, мощнее ли он или слабее. А я вот эту штуку хочу забрать. Как ее забрать-то покультурней? Вот этот тросик, наверное, спидометра был, да? Странная штука, ребят. Ладно, я уже ее не хочу себе, блин. Потому что она нифига не крутится. Переходим к тесту дальше. Да, ребята, тут уже начинается полный крупнокалиберный переполох. Смотрите, супер-пиратка, мэтт-бульдог, супер-крекер. В общем-то, там уже мощный. Давайте сейчас вот такую новенькую строкбольную. Называется Егерь. Ни раз не тестировал. Кто, ребят, видел видео в моем инстаграме с растяжкой? Кстати, ребята, с XXL бумом видос есть в инстаграме. И зачем я взял вон ту вон самую канистру с бензином? Да ее, мое, ребят. Хочу просто нафиг спалить потом вот этот весь пластик. И вместе с этим скутером все, что от него останется. Кто, ребят, хочет это посмотреть, скорее всего, это выйдет в инстаграме. Так что заходите, подписывайтесь. Там вся жесть, там весь лайф. То, чего никогда вы, скорее всего, на ютюбе не увидите. Давайте сейчас страйкбол. Не знаю, вот в переднюю панельку закинем. Посмотрим, на что он будет способен. Ёшкин ты, Свет. Ребята, какая-то непонятная. Там чека вообще была. Ух. Ух, ребята, слабовато было. Слабовато достаточно было. Ёшкин ты, Свет. Давайте сейчас, ребята, для сравнения протестируем вот такую вот уже страйкбольную петардочку. И посмотрим реальную мощность этих зверей. Так, запускаем контакты. Ой-ой-ой-ой-ой. И как-то, как-то, как-то криво было. Как-то криво, но все равно мега жестко. Подожди, я даже не понял, что за пластик. Что это полетело тут откуда? Это целый? Это откуда, Макс? Вот с этой панели, что ли? Блин. Жесть, ребята. Кстати, можно колеса потестировать. Но я думаю, блин, не знаю. Вроде тогда колеса мы вообще не на Альфе не взяли, да? Да, ребят. Кто, кстати, не видел первую часть с тестом мопедов, я первую серию снимал с мопедом Альфа. Кто помнит, ребята, однозначно тоже лайком поддержите. 30 тысяч лайков набрали. Видос, вижу, вам понравился. Так что теперь со скутером решил это все дело выпустить. Может быть, какую-то определенную модель скутера хотите, обижательно напишите в комментах. А может быть, у кого-то есть скутер, который он может мне по дешману подогнать, какой-нибудь интересный. Или вообще бесплатно отдать. Буду очень благодарен. Так, что ж. Я даже не знаю. Давай пока потестируем сейчас. Уже мега жара, ребят. Ну тут мега жара. Потестируем бензобаки, пока они туда будут пролазить, петардочки. Давайте сейчас вот такую супер-пиратку сравним, блин, с супер-бахом. В принципе, их уже миллион раз сравнивали, и вроде супер-пиратка слегка послабее. Но, тем не менее, выдержит ли ее бензобак? Кстати, да, друзья, у нас еще есть выхлопная труба, карбюратор и двигатель. Я вот не знаю, где тут коробка или как здесь вообще это работает на скутерах, потому что скутером не раз не владел. И вообще они не в почете как-то в моем селе были. Посмотрим, что будет. Ой, ну где-то чуть послабее, ой, посильнее тех РК-1000. Давайте сейчас супер-бах, посмотрим, насколько он будет мощнее. Думаю, блин, в разы, может быть, не в разы, а в тысячи раз. О, однозначно было мощнее. Так, что там у нас дальше? Блин, смотри, уже супер-крекер, мэтт-бульдог тут на очереди подходит. Давай сейчас супер-крекера попробуем что-нибудь с глушителем как-нибудь расхвитаться, потому что он целый. Не знаю, насколько здесь, но металл, в принципе, тонкий. Даже не знаю, как бы его туда лучше закинуть. Блин, жаль, ключи не взяли. Вот эту бы фигню открутить и прям туда в коллектор двигателя. Вот это реальная, ребят, тема. Откручивается, ребята, пальцами смог прокрутить немного на полоборота. В общем-то, мы вот так вот разобрали, и вот он, весь механизм двигателя. Да, что-то устройство тут достаточно простое, но, ребят, скутер один из самых, грубо говоря, дешевых я в городе взял. Хух, ребята, есть, первый болт снят. Да тут второй, фиг знает, сможем ли мы открутить второй. Сейчас попробуем. Макс, я его вырвал нафиг, прикинь. Смотрите, вот, обломил кусок металла. Ну, блин, реально, Китай Китаем. Так, я уже Супер Крекера потерял, ребята, но у нас это получилось. Что, давай сначала в глушитель Супер Крекера зафигачим, а потом уже Мэтт Бульдога, наверное, прям в двигатель. Да, там вообще дырочка такая зачетная, интересно, выдержит ли движок. Ну, в принципе, в двигателе и так происходят взрывы, как бы, это смесь топливной. И за счет этого и происходит кручение всех элементов. Друзья, Супер Крекер туда идеально пролазит. Уже от мопеда ничего не осталось, но вот такие вот сейчас мопеды, вы посмотрите, на Авито у нас продаются, блин, по 10 тысяч бывает. Что же будет с трубой? Слышал звуки? Просто будто не петарда, а космические какие-то войны происходят. По карьеру вот так вот звук разлетается. Было много черного дыма, походу, вот эту всю гарь, блин, вытрясла с него. Теперь закидываем вот туда самые мощные петарды в жерло двигателя. Мэтт Бульдог, ребят, мощнее некоторых десятых корсаров, так что шансы очень велики, что с ним что-то произойдет. Друзья, все, петарда Мэтт Бульдог мощнее некоторых двенадцатых корсаров. Блин, она не пролазит, короче, до конца. В общем-то, ребят, как-то так, не пролезло до конца, но тем не менее, я что-то, думаю, да может произойти. Отойдем подальше, как-никак. Ёшкин ты свет, ребята. Хух, топ-1 за сегодня. Однозначно топ-1, почему-то скутер упал. Это, блин, вообще мощно было. Вот эта вся вот эта фигня, вон туда прям ушла, куда-то мощный вот это, прям жескач. Давайте что, посмотрим, что там с мопедом по барабану. Хотя вот этот металл, видите, когда я глушитель снимал, я оторвал его просто-напросто. Ладно, что ж, у нас еще бензобак какого-то фига целый. Хотя, что за петарда? А, китайская пробива. Давайте сейчас в бензобак покидаем петардочки, пока они еще по размеру влазят. Там штуки две, думаю, будет. Друзья, предлагаю вот такого ночного волка от фирмы Триплекс закинуть вовнутрь бензобака. Посмотрим, на что он будет способен. В принципе, по мощности... Да что ж ты падаешь-то? У-у-у, ребята, ну это как шестой корсар какой-то был. Давайте сейчас еще одну петарду от фирмы Триплекс. Выглядит как. Восьмой корсар вот такой вот болит. Тут типа какая-то гоночная тачка. Запускаем болит. Заводим, так скажем. Завели. Посмотрим по мощности. Вспышки. Блин, ну, ребята. Ну, вообще что-то ни о чем. Не радуют вот эти петарды от Триплекса. Хотя вот Мэтт Бульдог, это тоже от Триплекс. Так, у нас тут осталось всего-то ничего петард. Давайте сейчас, я даже не знаю. Вот Смерч или... Давай Смерч, наверное. Вот он должен быть реально мощным. Он должен быть реально мощным. Смерч первый. Есть второй. Ну, в принципе, если честно, мы, как выяснили в первой части Топа 100, что по мощности они практически одинаковые. Ладно, запускаем. Смерч первый. Вот сейчас что-то произойдет, думаю. Должно. Ух, что-то произошло, ребята. Погнали посмотрим. Фу, фу. Ой, прям Новым Годом она пахнет. Вот здесь что-то вырвало. А это, походу, поплывок. Или что? Да, ребята, это поплывок, который регулирует уровень топлива. Здесь, наверное, стрелка была, да, с уровень топлива. Это, в принципе, прикольно. Так, что будем делать? Смотри, у нас еще пластик есть. Вот этот вот. Давай сейчас предлагаю сюда поделать страйкбольную петарду какую-нибудь засунуть, тоже мегамощную. И посмотреть, что произойдет. Предлагаю вот такую, по типу РГД-хип пятой. Запустил контакты. Разлетится, думаю, что... Ох, ребята! Выдержал пластик. Видели, какая вспышка, блин, вообще зачетная была. И плюс подкинула неплохо. Так, это, блин, вообще меня радует. Давайте сейчас, я даже не знаю, вот такую вот. Еще одну страйкбольную. Теперь давай на этот раз под сидушкой. Протестируем. Посмотрим, как она полетит, не полетит. Но, в принципе, у сидушки, ну, достаточно мягкий материал. Вот это, что, как это называется. Даже не знаю. Чем-то похож на утепелитель от бойлера. Посмотрим, что будет. Опа! Никуда не полетело. Чувство вверх взмыло. Было неплохо. Ладно, друзья. У нас осталось всего лишь 4 петарды. Вопрос в том, куда опять стоит закидывать XXL-бул. Напишите в комментариях, куда бы вы закинули. Так, давай сейчас попробуем вот такую в бензобак. Думаешь, она мощнее будет, Думбума? Макс думает, что нет. А давай пофиг их, две в бензобак все-таки. Запульбеним. Посмотрим, какая окажется мощнее. Начнем с Думбума. Если выжить в бензобак, то и эту закинем. Контактики запущены. Надеюсь, сработает. Брак, конечно, бывает. Но последняя партия вся без брака была. Накаркал. Как-то фитиль пошел. Понял, странно. Я вот почувствовал, наверное. Фитиль как-то так... Слабенько-слабенько пошел. Ладно, все равно подходить не будем. Если что, вторая камера запишет. Давайте теперь вот эту мину, так называемую, без корпуса. Друзья, запускаем. Залетело. Ну, давай. Думаю, она должна справиться с бензобаком. Ух ты, ешкин ты съед, ребята. Нифига не справляется. Бензобак что-то держится вообще до последнего. Просто держится. Ну, тут, смотрите, во-первых, здесь отверстие, да? Здесь отверстие. Плюс здесь отверстие. И, как бы, давлению очень много свободного места, куда выходить. У нас осталась сейчас петарночка Карамба. Че, давай ее я вот фиг знает куда. Может быть, куда-нибудь вот под этот пластик. А потом XXL Boom уже под весь соберем и шандарахнем. Посмотрим, как будет. Думаю, будет мега эпично. В общем-то, идея пришла неплохая. Погнали ее исполним. Друзья, петарда Карамба. Тоже довольно... Таким мега мощная. Должна, по идее, сработать. У-у-у! У-у-у-у! Вот это было, ребята! Вот если бы она в бензобак, блин, она нифига не пролезала, а залезла. Блин, тавтология. Короче, пофиг, если бы она там была, то б бензобак, мне кажется, точно бы ему не поздоровилось. Что ж, вот такой вот у нас остался скутер. В принципе, думаю, с ним мы справились. Как на нем теперь ездить, блин, это вообще непонятно. Чисто вот так, прикинь. Что ж, друзья, теперь сейчас соберем вот этот весь пластик, который более-менее крупный, и протестируем вот эту мега мощь XXL Boom. Ни в коем случае не повторяйте. Усилим сейчас всю технику безопасности, естественно, и посмотрим, что будет. Да, друзья, зачем я взял канистру? Да посмотрите, что-то там дымит. Кому интересно, я уже питпалил этот скутер. Ссылка на инстаграм есть в описании. Там только этот эксклюзивный контент вы сможете увидеть. Что ж, друзья, все готово. Запускаю контакты XXL Boom. Какая-то мне сирена только не нравится, блин. Она прямо сюда приближается. Ни в коем случае не повторяйте. Посмотрим, что произойдет. Иду подальше максимально. Вот это произошло! Вот это произошло! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это произошло, ребят! Конечно, пластик за собой по максимуму соберем. Это вообще жесть, друзья! Напишите в комментариях, что протестировать в следующем видео этой петардой. От седухи ничего не осталось. Также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые мегаэпичные ролики. Проверяйте для этой цели колокольчик. Потому что скоро Новый год, и дальше будет только круче, только интересней. Сейчас предлагаю протестировать в честь этого офигенного ролика вот такой вот бюджетненький салют. С Альфой тогда у нас немного тест салюта пошел не по плану. Что ж, вот такой вот балет от Максэм. Погнали! Запустили ферверчик, друзья. Сейчас посмотрим, как он будет бахать. Кто хочет, чтобы перед Новым годом я сделал... Это не просто фонтан такой будет, балет. Ребята, я думал, это ферверк будет. Ну, в общем-то, что хотел сказать. Кто... О, вот они, полетели! Ну, это просто римские, типа, какие-то штуки. Кто, ребят, хочет, чтобы я сделал топ бюджетных каких-нибудь салютов, напишите обязательно в комментариях. В общем-то, что ж, поздравьте меня лайкосом, своим душевным комментарием за то, что мы справились с этим мопедом. Также мы активно идем к 2 миллионам подписчиков. И на 2 миллиона, ребята, хотите, чтобы я протестировал какую-нибудь Жигу или вот Аку мне почему-то хочется протестировать? В общем-то, все зависит только от вас, ребят. Также подписывайтесь на Инстаграм, потому что сейчас уже не до шуток. Мы будем питпаливать этот мопедик. Ну, а с вами был Сымус. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!